Строительство мини-АЗС под окнами. В районе нет офиса врачей общей практики. Лишь часть жалоб, что поступили в приемную президента страны. Сегодня главный федеральный инспектор Почувашии Геннадий Федоров провел личный прием, на котором пытался решить проблемы жителей республики. Добираться с юго-запада на Ленинградскую 36 в приемную президента России Венере Печниковой долго не пришлось. Каких-то 20 минут и она уже делится с главным федеральным инспектором Почувашии проблемами своего района. У нас возник вопрос о строительстве нового АЗС, мини-АЗС около дома Чернышевского, 14. На коллективный строили тоже мини-АЗС, там тоже народ был против. Мы хотим сказать, что в городе не ведется какого-то конкретного учета этих АЗС. Каково их точное количество, никто сказать не может. Согласно проекту, мини-АЗС планируют построить на месте автостоянки. Рядом располагаются две котельные и хлебозавод. Жильцы юго-западного района надеются, что строительство АЗС на Чернышевского отменят. По Чернышевскому в ноябре прошлого года был день рожденок от выбора. Он был предоставлен земельным участком. Обращений я на сегодняшний день не помню, чтобы были обращения против этого. Я дам информацию. Мы поработаем в администрации. Вас пригласим. То есть, детально еще, почти как вы говорите, помню. Да, у нас занимаются, есть у нас управление торгово-потребительского рынка, которое эта информация владеет. Мы посмотрим, действительно, нужна ли там необходимость размещения АЗС. С обращениями граждан в приемные президенты работают ежедневно, но и желающих попасть лично на прием главному федеральному инспектору собралось немало. В списке самых наболевших сложная ситуация выпускницы интерната. В микрорайоне нет офиса врача общей практики. В ходе приема Геннадий Федоров не просто пообещал ознакомиться с ситуацией, но и разобраться лично. При этом он подчеркнул, немало сложностей в решении вопросов создают чиновники на местах. Не найдя поддержки там, здесь в приемные президенты обратившиеся всегда могут рассчитывать на конструктивный ответ с разъяснениями и правовыми ссылками. Чаще всего, конечно, обращаются к нам по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, потому что, наверное, это самая животропевающая тема. Это наиболее чувствительная, болезненная отрасль для каждого из нас, потому что мы являемся потребителями этих услуг. Во-первых, как эти услуги оказываются, насколько они качественны оказываются. На приеме сегодня присутствовали представители министерств, городской администрации, прокуратуры. От главного федерального инспектора они получили распоряжение разобраться с проблемами. Это ваши жители. Они избирали. Но вас не избирали, понятно, что потом. Вы им подачены, прежде всего. Надо услышать. Там не просто арендаты другие. Надо искать варианты. Если этих вариантов нет, просто людям говорить, да, мы не можем по таким-таким доставаниям. Просто честно нужно говорить. А если, конечно, мы можем. Мы можем сегодня закрыться документами, инструкциями, этими третьими десятками трудностями, которые реально есть. Каждый, кто считает, что его права нарушены, может обратиться в приемную первого лица государства в рабочие дни. Чтобы решить проблему на личном приеме, специалисты советуют записываться на встречу заранее по телефону 39 36 83. Кроме того, есть возможность прислать обращение по почте или через интернет. Вся подробная информация есть на официальном сайте приемной президента России. Олеся Русакова, Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика.